Глубоко уважаемый Борис Иванович, глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги. Как известно, большинство онкологических пациентов умирает не от злокачественной опухоли, как таковой, а от связанных с ней осложнений. И в данной ситуации, конечно, кровотечение, оно нередко бывает одним из причин этого. Что такое неотлаженное состояние в онкологии? Необходимо об этом сказать, прежде чем перейти к кровотечениям. Это очень важное определение современное. Под неотложными состояниями принято понимать все жизнеугрожающие и потенциально жизнеугрожающие состояния, возникающие в онкологических больных, и при этом напрямую или опосредованно связанные с злокачественным опухолевым заболеванием, а также, внимание, с его диагностикой и лечением. Вот, собственно, важно еще и то, что у онкологических пациентов неотложные состояния возникают на фоне общего неблагоприятного фона. Это особый контингент пациентов, как правило. Во-первых, это люди пожилого и старческого возраста. Во-вторых, у них нередко имеется сопутствующая патология выраженная. Нарушение системы гемостаза на фоне приема каких-то лекарственных препаратов или без них. Ослабление иммунитета, нарушение репарации тканей. Нередко имеется уже сопутствующая анемия, депрессивные состояния. Но чаще все это имеется в сочетании. Так, поэтому получается так, что осложнения, причем пусковым механизмом может быть, например, именно кровотечение, они у онкологического больного, находящегося в стационаре, могут иметь такой каскадный характер. То есть одно осложнение, их много разных видов осложнений, но одно может повлечь с собой другое и так далее, третье, четвертое, и таким образом эффект домино срабатывает, и что часто заканчивается, к сожалению, смертью пациента. Нашей целью данного демонстрации было рассмотреть возможности интервенционной радиологии для диагностики лечения кровотечений из верхних и нижних и средних отделов желудочно-кишечного тракта у онкологических пациентов. И когда я стал анализировать эту тему и задумываться о ней, то, собственно, первым делом, когда Юлия Владимировна попросила сделать подобный доклад, обычно приходят на ум какие-то редкие случаи, какой-нибудь гастриномы, которая кровоточила многие годы, никто не мог помочь, и вот мы все в белом пришли и нашли эту гастриному, сделав ангиографическое исследование, показали хирургам, хирурги спасли больного. Или что-то такое, вот очень редкое. Но когда мы проанализировали тот 12-летний опыт, который имеется у меня, вот работа именно в практической онкологии, сначала в онкодиспансере, теперь в онкоцентре, в таком на потоке, как говорится, то мы пришли к выводу, что большинство кровотечений из желудочно-кишечного тракта, подавляющее большинство, носит все-таки и трогенный характер. И это важно. Вот те причины, которые могут быть. Причины кровотечений. Это кровотечения могут возникать в результате диагностики стадирования онкологического заболевания, например, кровотечения после биопсии печени, в результате лечебных интервенционно-радиологических вмешательств, например, кровотечения после черезкожной абляции энергетической, лечебных эндоскопических вмешательств, например, кровотечения острые и достаточно жизнеугрожающие могут быть после полипотектомии. Ряд кровотечений может возникать в результате успешной проведенной химиотерапии или лучевой терапии, в результате приема антикоагулянтов и так далее. Всем хорошо известны случаи кровотечений после хирургических мешательств, курабельных. Ну и кроме того, как уже Юлия Владимировна подробно рассказала, конечно, кровотечения могут быть и в результате прорастания опухолей в различные сосуды или диффузное кровотечение. Но по нашим данным это все-таки не основной процесс. Кроме того, могут быть кровотечения, непосредственно не связанные с опухолевым процессом, совершенно никак патогенетически, но которые возникают у онкологического больного, находящегося в стационаре. Естественно, рентгенохирургическая служба должна быть к этому готова. Но есть и радостные новости, о которых мы сейчас расскажем. Заключаются они в том, что подавляющее число кровотечений, возникающего у онкологического больного, может быть остановлено непосредственно с помощью методов интервенционной радиологии. Здесь я привожу вот эту таблицу, она достаточно универсальная, на которой мы постарались в свое время отобразить этапы какие-то рентгенохирургической помощи при неотложных состояниях в онкологии. И если посмотреть, то мы видим, что, собственно, диагностическая ангиография, наверное, была первым диагностическим методом диагностики кровотечений до появления еще эндоскопии, ультразвукового, компьютерного, томографического метода диагностики. Впервые применилась уже в 1964 году. И чуть позже уже были предприняты успешные попытки эмболизации артерии с целью остановки кровотечения. То есть как технология, эмболизация и диагностическая ангиография, они существуют достаточно давно, даже, я бы сказал, очень давно. Наверное, больше, чем многие специальности, которые мы сегодня на слуху. И вот постепенное развитие технологического процесса, инструментария, диагностических методик привело к тому, что на сегодняшний момент у нас в арсенале есть достаточно широкий спектр технологий, которые позволяют как диагностировать, так и лечить эти кровотечения. Конечно, тот потрясающий прогресс, который шел все эти годы, и кульминацией этого является создание подобных роботизированных установок с функцией плоскодетекторной компьютерной томографии, намного облегчило наши задачи, в том числе диагностические. Потому что основа всего, конечно, это диагностика. И на сегодняшний момент, обладая возможностью выполнения плоскодетекторной компьютерной томографии, мы можем в режиме, собственно, непосредственно в рентгеноперационной находить источники кровотечения, выполняя по ДКТ на фоне внутриартериального контрастирования даже самые маленькие экстравазации, не только те, которые на субтракционной ангиографии видны, но и при более медленных кровотечениях мы можем находить, вот как здесь видно, это маленькое источник кровотечения из опухоли мочевого пузыря. Здесь еще один случай я привел, это пациент, у которого имеется опухоль желудка, рак желудка, и у него уже выполнялось стентирование пилорадудинальной зоны, выходной отдел желудка, и затем развилось кровотечение, но, по счастью, видите, не связанное со стентом, а в более проксимальных отделах. И вот, как хорошо видно здесь, субтракционная ангиография, она не может найти источник кровотечения в связи с небольшим интенсивностью. Если мы выполняем плоскодетекторную томографию, то источник кровотечения в виде экстравазации или вот той самой пресловутой ложной аневризмы, он хорошо виден. И это, безусловно, облегчает нам как диагностический поиск, так и эффективность процедуры, в разы сокращая рентгеноскопическое время, лучевую нагрузку и повышая эффективность. Ну, теперь несколько слов поэтапно, по видам кровотечений. Конечно, чаще всего наблюдается кровотечение после биопсии, особенно после биопсии почек, печени. И настолько это уже понятно, что во многих учреждениях, даже онкологических, насколько нам известно, биопсию, в общем-то, стараются не выполнять, как печень, так и почек. Что, наверное, не совсем правильно, и в эпоху таргетной медицины, это от этого мы вынуждены будем выполнять биопсию всем пациентам. Ну, вот здесь такой классический случай, это пациент, гепатоцеллярный рак на фоне цирроза. Мы считаем, что биопсию нужно выполнять всем пациентам подобным для молекулярно-генетического анализа опухоли и так далее. Ну, и вот здесь, как правило, в таких ситуациях мы используем ангиографию для контроля за кровотечением. Видите, при ангиографии после биопсии мы видим достаточно выраженную экстравазацию, то есть массивное, достаточно интенсивное кровотечение. Но у нас используется технология компрессии, прижимания брюшной стенки, печени и брюшной стенки в течение 10 минут, как видно на данном слайде, на контрольном. Это достаточно эффективный метод, и его надо повсеместно использовать, поскольку кровотечение было успешно остановлено, не потребовало дополнительных вмешательств. Собственно, кровотечение после биопсии, наверное, имеет место в 100% случаев. Вопрос, насколько оно интенсивное и клинически значимое. Кровотечение после энергетической абляции. Ну, вот здесь пример. Это пациент с большой опухолью метастазского ректального рака, крупный. И мы использовали 6 большого диаметра криозондов. И неудивительно, что после выполнения технически эффективной криобляции наблюдается кровотечение достаточно интенсивное. В данной ситуации также мы, имея ангиографический доступ к печёночной артерии, мы можем как выявить этот источник кровотечения, так и выполнить эффективную суперселективную эмболизацию, что и в данном случае было выполнено и сделано. Кровотечение после холангиодренирования. Хотя они наблюдаются и достаточно редко, особенно в тех центрах, в которых имеется большой опыт. Тем не менее, от этого никто не застрахован. Даже использование ультразвукового навигации и любых других методов, оно не гарантирует того, что кровотечение не произойдёт ни у кого. То есть к этому надо быть готовым, если клинически после холангиодренирования мы видим интенсивное кровотечение или клинику болевого синдрома, падение и нарушение гемодинамики. Не надо бояться, не надо стесняться этого, надо делать ангиографию и находить источник. Вот здесь, в частности, после холангиодренирования выраженный болевой синдром, нарушение гемодинамики было в виде падения артериального давления. Мы сделали ангиографию, видите, прямого источника нет кровотечения, но косвенный признак в виде гематомы, он имелся. Поэтому выполнили эмболизацию сегментарную данных артерий, и кровотечение было остановлено, болевой синдром прошел. Если от этого делать вид, что все хорошо, закрывать глаза, это может кончиться чревато, особенно у пациентов на фоне желтухи выраженной. Кровотечение после холонгиодренирования и нефростомии. Здесь я привел пример в том плане, что чем больше генохирургических вмешательств мы выполняем, а это бывает порой необходимо, тем, естественно, выше риск кровотечений. По многим причинам, в том числе потому, что просто больше пункций проводится. Вот здесь пациентка интересная была, это генерализованный колоректальный рак, гидронефроз двухсторонний и выраженная механическая желтуха. Первым этапом выполнено холонгиодренирование, но при выполнении пункции установки нефростомы, с одной стороны, возникло массивное кровотечение, которое клинически было крайне опасным. И потребовало выполнение диагностической ангиографии и эмболизации, но, как ни странно, вот эта пациентка, она выписалась без признаков желтухи, гидронефроза, тем более, что она была свидетелья ЕГОВА, и ей нельзя было переливать кровь, поэтому, тем более, это удивительно, потому что падение гемодинамики было выражено. То есть, она потеряла много крови. Вот это после эмболизации. Кровотечение после успешной химиотерапии. Успехи химиотерапии, они имеют обратную сторону медали. Мы на сегодняшний момент видим потрясающие результаты, особенно иммунотерапии, когда опухоль диаметром 20 см исчезает полностью, практически на глазах, оставляя зияющие раны, которые, естественно, будут кровоточить. Вот пример. Это пациент в прошлом году, пролечен в нашем отделении, быклеточная лимфома, гигантская была, которая манифестировала желтуха механическая, и поскольку пациент был у нас в отделении, с койки начата была химиотерапия после успешного холангидренирования. И вот некроз этой опухоли привел к выраженному кровотечению. Мы переливали много крови и плазмы ему, и на фоне продолжающейся химиотерапии, поскольку химиотерапевты настаивали на то, что цикл нельзя прерывать, пациенту приводились эндоскопические попытки эндоскопического гемостаза. Рожжали специальным порошком, прижигание делали и так далее. Но рецидивирующие кровотечения постоянно пациента преследовали. Когда выполнили ангиографию, нашли вот такой вот тромб флотирующий, который мы расценили как источник экстравазации с временным тромбом. И выполнили эмболизацию гастродональной артерии на всем протяжении спиральными. С того момента кровотечений больше не было. Но, обращая внимание, что пациент провел на все время химиотерапии, он находился в стационаре 4 месяца. Суммарно перелито 80 доз крови и свежезамороженной плазмы. В итоге он получил полный курс химиотерапии, хороший полный ответ на лечение и полное эпителиорубцевание вот этого дефекта в 12-перстной кишке. Аразивные послеоперационные кровотечения. После панкреатодональной резекции, этот случай, который мы обращали за помощью к Юлии Владимировне Суворовой, пациент, получилось массивное профузное кровотечение после ПДР. Выполнили ангиографию, нашли узурацию общепеченочной артерии с ложной аневризмой. И благодаря Юлии Владимировне помощи установили стендграфт в эту артерию, покрытый стенд коронарный, что фактически на столе остановило кровотечение, и пациент, к сожалению, погиб в дальнейшем, но не от данной патологии. И кровотечение связано с провозстанием опухоли в органы и сосуды. Юлия Владимировна сейчас подробно об этом говорила, но вот я просто несколько случаев приведу. Это тоже кровотечение из корня языка, из опухоли корня языка. Но здесь было профузное кровотечение, чудом пациента довезли до рентгенохирургии, фактически полным ртом он кровил, но тем не менее удалось выполнить катеризацию язычной артерии и установить в спирали гемостатическую губку с хорошим клиническим эффектом. Но здесь пример острого крючения из опухоли прямой кишки, распадающейся. Также здесь гемостаз был достигнут эффективной путем эмболизации. Мы, как правило, боимся выполнять эмболизацию, особенно какими-то мелкими частицами или максимальную эмболизацию. Здесь вводилась гемостатическая губка и гемостаз успешный с хорошим клиническим эффектом. Вот пример опухоли анального канала, тоже с массивным кровотечением, которое видно даже при ангиографии, видите, участок экстравазации. Также суперселективная эмболизация позволила остановить кровотечение, в дальнейшем пациент получал противоопухолевую терапию. Ну и кровотечения не связаны с онкологическим заболеванием непосредственно. Это в первую очередь, конечно, острые язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ну вот здесь было профузное кровотечение пациент с абдоминального отделения из острой язвы двенадцатиперстной кишки. Видите, тоже источник экстравазации непосредственного момента ангиографии. Очень массивное кровотечение. Ну и установка спирали на протяжении, как дистальнее, так и проксимальнее источника кровотечения позволило выполнить гемостаз, рецидивы к кровотечению в данном случае не было. И лечение сочетанных осложнений. Ну, как правило, эти больные достаточно редко попадаются, но тем не менее, то есть бывает, когда пациент поступает с кровотечением, но у него есть еще другие осложнения. И гидронефроз, и механическая желтуха. Тоже не надо этого бояться, наверное, то есть вопрос просто в том, что с чего начать. Конечно, если кровотечение острое, необходимо сначала выполнить эмболизацию, и в тот же день, в то же время, сразу после этого можно выполнить и ЧХД, и нефростамию. Но вот в частности, как здесь, это огромная гигантская опухоль малого таза, прямой кишки. Видите, мочевой пузырь сдвинут к стенке малого таза, фактически. И двусторонний гидронефроз, вот одномоментно такое вмешательство было выполнено. Таким образом, можно сказать в заключении, что в практической работе отделения рентгенохирургии многопрофильных онкологических стационаров могут встречаться кровотечения из органов желудочно-кишечного тракта любой локализации, этиологии и любой сложности. Отделения рентгенохирургии многопрофильных онкологических стационаров должны иметь соответствующих специалистов, оборудование и расходные материалы для оказания неотложной рентгенохирургической помощи данной категории пациентов. И можно констатировать, что методы динтернационной радиологии играют очень важную, если не сказать ключевую роль для диагностики лечения кровотечений из верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта у онкологических больных. Благодарю за внимание. Спасибо большое за выступление. Если позволите, такой практический вопрос из ваших выводов. То, что касается онкологических диспансеров, нам представляется сейчас на сегодняшний день, в стандарте оснащения всегда есть ангиография. И это специализированная помощь, это определенная категория больных. Что касается многопрофильности, в стандарте не онкологического, где нет онкологии, но где есть хирургия, где есть гинекология, где урология, лор. Какой будет ваш совет? Там тоже есть ангиография. Не все врачи владеют. Или их концентрировать, скажем, в каких-то регионах, скажем там. Я имею в виду областные региональные центры онкологические, там, Псков, Новгород. А такие больные будут в областной больнице. Их переводить, заниматься, подскажите. Спасибо. Я думаю, что эти пациенты, если они поступают, мы говорим о тех, которые, кровотечение развилось уже в стационаре. Есть огромное число онкологических больных, которые кровят дома и умирают от кровотечения, которых мы не знаем. Это только верхушка айсберга. Поэтому, безусловно, эти пациенты, они не могут по определению в плановый стационар онкологический попадать. Естественно, они везутся в системы оказания неотложной помощи. И, естественно, в этих учреждениях, которые занимаются оказанием неотложной помощи населению, безусловно, должны быть специалисты и расходные материалы. И они, конечно, должны эту помощь получать пациенты. Именно в неонкологических стационарах, я думаю, что это должно быть так в идеале. То есть, в многопрофильном стационаре, не специализированном, который занимается оказанием неотложной медицинской помощи, В онкографии должен быть специалист, который этим должен и может заниматься. Правильно я понимаю? Безусловно. Я думаю, что все специалисты, которые работают в таких стационарах, они просто должны владеть этими методиками. К сожалению, на сегодняшний день многие больницы замыкаются только на лечении острого коронарного синдрома, и этой патологией не занимаются. Если в онкодиспансере, в онкологическом стационаре многопрофильном, там есть взаимопонимание между хирургом, онкологом и рентгенодовоскулярным хирургом, то в таком стационаре очень сложно. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, есть у кого-нибудь? Тогда, Павел Васильевич, можно один вопрос? Может быть, Вы в литературе встречали, либо, по Вашему мнению, как часто встречаются кровотечения, причиной которого является эффективно проведенная химиотерапия? Да, Глукожанна Юлия Владимировна. Но здесь статистика такой вот, я не владею. Наверное, теоретически, если поискать в Медлайне, в Пабмеде, наверное, ну и то, навряд ли она есть, по большому счету. Достаточно сложно отследить. Но суть тенденции в чем? Сейчас с развитием таргетной терапии и с развитием особенно иммунотерапии, число потрясающих совершенно ответов на лечение в течение 2-3 недель, когда опухоль действительно, вот первые снимки, которые были показаны на АСКО, да, там меланома, по-моему, брюшной стенки. То есть она просто исчезла за 2 недели полностью. Поэтому, ну, логически, если говорить, то число этих кровотечений будет увеличиваться, я думаю. Потому что зияющие сосуды остаются, опухолевые сосуды, они будут кровить, безусловно. Я думаю, что, ну, если говорить о процентах, ну, наверное, это не какие-то 10%, ну, может быть, 0,1-0,2%, ну, трудно говорить. Но абсолютное число этих больных, оно большое достаточно, я думаю. Продолжение следует...